Так тоже правильно. Кто язык не учил или только начинает учить, и вот это для вас вообще, вот сейчас только вы получаете информацию, ее систематизируете, делайте вот так. Так проще. Cleverer выговаривать неудобно. Narrower выговаривать неудобно. Вот эти все с длинными словами суффиксы добавлять так неудобно. Куда проще поставил more слово или the most из слова. Так проще. Именно поэтому люди работают именно так, то есть ставят именно в такие формы. Еще момент. Это уже прям вот. Why? E-R-E-O-W. No, W. Narrow, shallow. Неглубокий. Так, еще момент. Слова свободный и свежий на сегодняшний день используются именно вот так. То есть они используются более свободный, more free и самый свободный, ну, the most free, наверное, не скажешь. Более свежий, more fresh и самый свежий, the most fresh. Это реалии языка на сегодняшний день, то, как люди говорят. Не как правило гласит. Правило, надо было бы говорить freer и the freest, fresher и the freshest. Но если fresher и the freshest еще хоть где-то встречается, то freer и the freest не встречается в принципе нигде. Это понятно? Просто так говорят. То есть более свободный или самый свободный, the most free, the most free и more free. И более свежий, more fresh. Хотя один слог, на самом деле. Слог один, а правило от двусложных и так далее. Так, это были… Так, помедленнее я записываю. Так, и еще же у нас есть исключения из прилагательных. Что-то я поторопилась к наречиям, да. Исключения из прилагательных. В русском тоже есть исключения. Хороший, а сравнительное – лучше. И наилучший. И в английском тоже. Плохой – хуже. И наихудший или самый плохой. Много-мало сравнение. Больше-меньше, наибольший – наименьший. И у них те же самые слова. То есть там все то же самое. Все, можно переворачивать? Прекрасно. Поехали. Записываем. Хороший – good. Лучше – better. Наилучший – the best. Плохой – bad. Хуже – worse. Наихудший, хуже всех – the worst. Если good, better, the best люди знают, то здесь уже как-то вот у некоторых провисает. Дальше. Много-мало. Many и much. Many – много для тех, которые можно посчитать, а much – много для тех, которые нельзя посчитать. Как узнать, исчисляемое или неисчисляемое существительное? Скажите 10 перед этим словом, и вы поймете, можно его считать или нет. Потому что очень часто люди говорят, что-то как-то вот, я же могу посчитать чашки кофе. Я говорю, вы чашки считаете, а не кофе. Скажите кофе со словом 10. 10 кофе не звучит. Мясо. Исчисляемое или нет? Нет. Потому что 10 мясов сказать нельзя. 10 сахаров сказать нельзя. 10 хлебов сказать нельзя. Можно сказать 10 булок, но 10 хлебов сказать нельзя. 1, 2, 3 не работает. Они не помогают вам. Потому что как раз в магазин ходить, вы там 1 хлеб, имея в виду, подразумевая, 1 булку хлеба. 1 молоко, имея в виду 1 упаковку молока. Или там, ну все, мясо там мы уже вообще никак. Если курицу, то тушки мы можем посчитать. А все остальное уже как-то и не посчитается. 1 говядину нельзя купить. Или 1 свинину. Нет, говядина это уже продукт, когда это удушегубленная коровка. Что вы смеетесь? Ну да. Убитая это прям так. Не видно удушегубленная коровка, которая когда-то мукала, была она кау, стала... Пока она мукала, она была кау. Как только ее освежевали, она стала биф. Когда она бегала и хрюкала, она была пиг. Удушегубели стал порк. Пока она бегала, она была чикен или рустер. Голову от чикрыжеля щипали, стал чикен. И только маленький цыпленок. Что бегал чикен, что на прилавке все равно чикен. И кто там еще? Баран. Вот пока он бегает, баран, он будет либо... Маленький барашек он лям, и большой баран он щип. Овца, баран. Щип. А? Лям. Рям. Это вот тот, который баран... Совет-осеменитель. Вот это вот, да, он рам. Но это специально для него такое слово рам. А так вообще щип. Овца, баран, щип. Их не особенно там различает он, она. Когда они все стадом мелиносы, о них мало кто заводится. Там главное, чтобы вожак был. Вот этот баран-вожак, он будет тот самый. Да, вот. Пока он бегает, он щип. Да, убили его, и на мясо пустили, он стал сразу же лям. Или маттен. Маттен это уже такая, поживший барашек. А молоденький, не обязательно от старости погибший, да. Молоденький барашек, это как раз вот он стал лям. Но он и бегал был лям, и удушегубили. Вот, как сказала моя подружка. Если вы плохо себя чувствуете, съешьте какого-нибудь, чего-нибудь детеныша. Вот. Ну, в принципе, так и есть. Детеныш, он так мясом и... И называется по имени детеныша. Chicken, chicken, лям, лям. Вот. Единственное, что карф, теленок, когда его удушегубили, он стал вилл. Так, поехали дальше. Итак, many и much приобретают оба форму more и наибольший the most. Именно эти слова мы используем для образования сравнительной и превосходной степеней. Так, many можно посчитать. Матч нельзя посчитать. Посчитать можно, посчитать нельзя. Так, дальше мало. Мало имеет тоже два слова. Одно слово, которое посчитать можно, и это будет few. Опять же, пишем, что это исчисляемое. И когда мы посчитать не можем, это будет little. few, пишу транскрипцию. Где? Вот это? Это W. Да, давайте я вот тут еще напишу few большими буквами, так будет лучше. И little, мало. Few, это мало, когда посчитать можно. Например, мало стульев, few chairs. Мало людей, few people. Little, когда посчитать нельзя. Little money. С деньгами вечная засада. Люди говорят, ну деньги же можно считать. Нифига. Вы можете сказать 10 денег? Нет. Вы можете считать рубли, доллары, евро, юани, иены, все что угодно, но вы не можете считать деньги. People, но, да, это исчисляемый, да. Ten people, 10 людей. 10 человек по-русски, да. Дальше. Итак, few посчитать можно, little посчитать нельзя. Few нормально будет. Меньше будет fewer. А наименьший по количеству, the fewest, но это, ну, очень редкий-редкий случай, когда надо использовать the fewest. А вот с little там нужно быть внимательным, потому что меньше будет less. А наименьший будет the least. Но тоже очень редко используется. The least amount, наименьшее количество. Потом, если что, можно будет подойти и все отчелкать. Которого? Вот этого? Долгий звук и. List, посмотрите, здесь у нас и, и они дают долгий звук и вместе. Ходите на фонетику, там все рассказываем. Так, пошли дальше. Итак, good, better, the best. Bad, worse, the worst. Many, much, more, the most. Few, fewer, the fewest. Здесь нормально все. Little, less, the least. Наименьший. Less, так же, как и more, может использоваться в сравнительной степени прилагательных. Смотрите, если мы говорим более красивый, more beautiful, мы можем сказать и менее красивый. That's beautiful. Более свежий, more fresh, менее свежий, less fresh. То же самое, только вместо more ставим less и потом чем. То есть все то же самое, так и будет. Так, а вот теперь уже точно с прилагательными. Ну, можно, но просто ситуации таких не возникает. Все, а вот теперь уже точно наречие. Теперь уже точно наречие. Давайте сделаем маленький-маленький такой перерывчик на пальчиковую гимнастику. Разбудим немножко мозг. Хлопнули в ладоши и потерли. Так, разжигаем огонь. Отрываем большой палец. А палец-то как называется? Там. Прекрасно. А все остальные называются? Fingers. Отлично. Хорошо, теперь уши, ears вверх. Снизу вверх. Ага, массируем, массируем, массируем. Отлично. Угу, хорошо. Sweet, not sweet. И меняем. And change. Угу, gun, пистолет. Anti-gun. И меняем. И меняем. Так, теперь открываем вот так вот. Рыбку делаем. Так. А тут вот так. А теперь по-разному. Одной рукой так. Потом вот так. Да, хорошо. Kissing fingers. Hugging thumbs. Обнимающиеся большие пальцы. Hugging thumbs. Hugging index fingers. Index fingers. Индекс подписываем этим пальцем. Index fingers. Middle fingers. To show a middle finger. Это прям идиома. Показать средний палец. То есть это кого-то оскорбить. Да, причем выказать свое презрение. Вот так. To show a middle finger. Да, ну и у него есть секретное слово. Секретное имя. Окей. Ring finger. Пальчик для кольца. Ring finger. У нас безымянные, у них вполне себе с именем. Готово. Традионный. У нас безымянный. Продолжение следует...